Звание Возражение вызвало почти у всех депутатов лишь одна норма о том, что многодетная мать не может быть награждена орденом в том случае, если кто-либо из ее детей осужден за совершение тяжкого преступления. Мать не должна отвечать за поступки детей. Ни одна мать не будет воспитывать преступника. То есть нет ни единой вины матери в том, что ребенок ее потом пойдет своим путем. По мнению депутатов, мать не может всю жизнь контролировать своих детей. И ответственность за них она несет до исполнения им 18 лет. Однако, по словам докладчика и одного из разработчиков поправок в редакцию закона, Осель Кудурановой, включить такую меру им пришлось по опыту рассмотрения заявок матерей на получение награды Бааты Рене. У нас возникла такая необходимость, что все равно какое-то ограничение надо. Потому что как мы можем наградить маму, у которой трое детей осуждены, либо двое детей. То есть вот это был очень спорный такой момент. Поэтому мы об этом долго говорили и пришли к такому, что умышленные тяжкие преступления и умышленные особо тяжкие преступления. Возражать депутаты не то, чтобы не стали. Они пытались разобраться, кому в таком случае награда все-таки полагается и в чем заключается заслуга. А также, что, кроме самого звания, она дает этой женщине, родившей шестерых и более детей. К нам поступало множество заявлений от матерей-героинь. Так вот, важно определить, за что в итоге они получили эту награду. Они ведь сумели родить семерых детей, воспитали их, и те ушли из дома. Стали мигрантами, к примеру, и уехали хоть в Россию, хоть в США. И там совершили преступление. Но при чем тут матери, они-то сделали свое дело. Почему мы ущемляем их права? К тому же указом закреплено, что матери-героини сегодня получают тысячу суммов надбавки к пенсии. Но эту тысячу нужно платить тем, кто сейчас воспитывает этих детей, после 35 лет. Им надбавка нужнее, чем пенсионерам, у которых 7 взрослых детей. Но бюджет не в силах выплачивать надбавки ежемесячно всем награжденным. В 2014 году 283 миллиона сомов было выплачено на эти выплаты для 3000 человек. Из-за нехватки средств в 2015 году было решено сделать выплаты единовременными. 200 расчетных показателей заслуженным деятелям, а прибавку к пенсии при наличии ордена исключить. Обладателям ордена Бааты Рене, мать-героиня Иоанне Данкы, многодетная мать, по 50 расчетных показателей. Но при этом прибавка к пенсии сохраняется. Алексей Немашкал, Елена Яковлева, Бакытко Шалиев, НТС.